На конкурс «Сияние талантов» съехались артисты со всех уголков региона. Саров на фестивале представили сразу четыре воспитанницы детской школы искусств. Девочки стали обладателями высшей награды в номинации «Эстрадный вокал». Этот конкурс стал для участниц главным событием осени. Со мной ездила мама, она очень меня поддерживала, говорила, ты молодец, всё получится. Отдельное спасибо хочу сказать моему преподавателю, Анжелике Анатольевне, за то, что она меня тоже поддерживала, наставляла. В состав профессионального жюри вошли известные доценты и профессора ведущих вузов России, а также руководители творческих коллективов и студий. Вокалисты оценивались в номинациях «Эстрадное», «Академическое» и «Народное исполнение». Самым сложным, по словам участников, было ожидание выступления. Когда ждёшь, то есть хочешь уже выступить, но когда выходишь, то сердце начинает биться. А так ни с кем не познакомилась, ну, просто побольше репетировала, наоборот, чтобы лучше спеть. На конкурсе «Сияние талантов» выступали не только юные артисты, но и взрослые. Среди них работники культуры и искусства, а также учителя музыкальных, академических и других школ. Дарья Кварта – преподаватель академического вокала в детской школе искусств. В Саров девушка приехала полгода назад и сразу занялась подготовкой к конкурсу. И не зря. В номинации «Академический вокал» педагог заняла третье место. Я выступала с двумя произведениями. Сверидова одно произведение было, и второе – Шапорина. У меня был концертмейстер, то есть я пою не под фонограмму, а пою живым человеком, Ирина Минеева. В следующем году воспитанница детской школы искусства отправится на международный фестиваль в Санкт-Петербург, где поборются за главные призы. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Сару-24.